Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Без послаблений. Почему в крае отменили надзорные каникулы для бизнеса? Последствия большой воды. Как выехать из выбоин жителям сел Первомайского района? Самопожертвования во имя потомков. В крае сегодня вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Надзорных каникул для бизнеса, когда предприятия освобождают в том числе от контроля противопожарной безопасности, больше не будет. Причиной ужесточения стала трагедия в Кемеровской Зимней Вишне. Об этом заявил сегодня на сессии Краевого законодательного собрания уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Нестеров во время своего доклада. О самых важных вопросах сегодняшней сессии, среди которых бюджет края и курортный сбор, в нашем сюжете. Вопрос повестки не значился, но был ожидаем. Губернатор края внес поправки в бюджет региона на 2018 год. Казна края благодаря поступлениям из федерального бюджета выросла более чем на 3,5 миллиарда рублей. Прибавку потратят на повышение минимальной зарплаты и другие важные направления. Я не согласен с теми, что все говорят, что нужно оптимизировать, оптимизировать. Нужно не оптимизировать наши расходы. Нужно повышать эффективность использования этих денег. Находить резервы там, где можно повысить эффективность. Довольно бурное обсуждение вызвало последнее чтение закона о штрафах за заднюю плату курортного сбора, который вводится в регионе с 1 мая. Высказывались, впрочем, не про наказание, а о самом сборе его необходимости. Стало известно, что эксперимент отложили и Крым, и Краснодарский край. Турцию открыли, Египет скоро откроет, соответственно, конкуренция в Россию. Так, заменяет вопрос логичный. То есть, мы вот почему бы таким образом поступаем и курортный сбор введений, и ответственность, потому что так называем туризм в Алтайском районе. Но, как затем заметил руководитель правового комитета Андрей Осипов, обсуждаются сегодня именно штрафы, а не сам сбор. Его с 1 мая туристы будут платить в двух регионах – нашем и Ставрополье. Солидарны были наши депутаты и с коллегами из другого региона – Приморского края. Саксобрание поддержало обращение в Госдуму с предложением принять федеральный закон об обращении с бездомными животными. Пока же у разных регионов могут быть свои правила, противоречащие друг другу. Верховный суд выразил позицию о незаконности автоназии здоровых и безнадзорных животных и недопустимости применения метода отлова стерилизации врата в окружающую среду. А, соответственно, проекции на краевой неурегулированности в правовом плане тема резонансная. Одним из центральных сессий был отчет председателя счетной палаты края Виктора Миненка. Ведомство увидело за год резкий рост финансовых нарушений в регионе – почти в два раза – до миллиарда 770 миллионов рублей. При этом в муниципалитетах финансовый контроль и вовсе под вопросом. Только в восьми территориях нарушений нашли на полмиллиарда рублей. А где-то и вовсе не занимаются контролем финансов, нарушая бюджетный кодекс. Не потому что на краевом уровне так уж все хорошо, а потому что на муниципальном уровне ситуация, требующая, с моей стороны, кричать об этом. Расценивайте мое выступление как крик о том, что мы должны с вами совместно в течение этого года эту ситуацию исправить. Комитет по местному самоуправлению предложил создать рабочую группу, которая будет решать, как исправить ситуацию в муниципалитетах и все-таки наладить там финансовый контроль. Наши новости будут следить за развитием событий. Также депутаты сегодня узнали из отчета уполномоченного по правам предпринимателей Павла Нестерова, что в регионе становится меньше предприятий, а от главы управления МЧС Игоря Лисина, что диспетчерские службы в районах не справлялись со своими функциями во время паводка. Такой была эта сессия краевого заксобрания. Василий Морозов, Павел Лауронин. Наши новости. Ну, алтайские синоптики дали предварительный прогноз второй волны паводка. Она начнется в конце мая-начале июня, тогда в предгоре республики Алтай начнет активно таять снег и ожидаются осадки. По данным регионального управления МЧС, подтопление возможно в Барнаульском Затоне, поселке Ильича, Зеленом Клине под Бийском, в Инвалтайске и еще более чем в 125 населенных пунктах Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Калманского, Каменского, Красногорского, Краснощоковского и других районов края. Напомним, режим ЧАЭС, введенный из-за паводка 27 марта, сняли на Алтае 23 апреля. Но из-за осадков в последние дни в реках региона наблюдается небольшое повышение уровня воды. Тем временем, к ликвидации последствий паводка приступили в пригороде Барнаула, четырех поселках Первомайского района. Там первая волна серьезно повредила дороги. Пользоваться машиной или нет, до сих пор самый актуальный вопрос для 7,5 тысяч жителей. Сегодня в состоянии дорог проверили представители местной власти и наша съемочная группа. Еще в начале весны на этом месте был мост, пока в речушку не пришла большая вода. Сейчас переезд стерт. Часть поселка с населением в 500 человек отрезана, в объезд 7 километров. По нашей улице не проедешь. По нашей улице вчера увезли женщину в реанимацию. И не могла скорая. Вот так вот кружила-кружила, кое-как остановила, а они пришли песком. Потом ее на носилках вывезли. Строили мост 10 лет назад местные сельхозпроизводители. Из кирпичей и бетона. И на чем балансе он не числится. И хотя это самый существенный ущерб от паводка, с восстановлением не спешат. В первую очередь у нас сделаются внутренние дороги поселка. Потом, соответственно, в часть ложится сюда хотя бы опять очередной раз, чтобы осуществить проезд своими силами. За счет, опять же, непонятно каких средств и вот этих вложений строительного мусора, отсыпки или срезки. Сегодня в Березовке и еще трех поселках, куда пришла вода, выездная комиссия обследовала дороги. Их внесут в общий список. Затем выберут те, которые в первую очередь нуждаются в восстановлении. Выбор будет непростой. Из 150 километров дорог в Березовском сельсовете не пострадала только седьмая часть. Она заасфальтирована. Остальные размыло. По некоторым дорогам здесь до сих пор лучше не ездить и не ходить. А если ходить, то как минимум в резиновых сапогах. Ноги прилипают. Болото. Такую проезжую часть решено отсыпать. Например, кирпичом. Но и здесь все упирается в деньги. В дорожном фонде Березовского сельсовета на четыре села заложен всего один миллион рублей. Деньги предназначены и на зимнюю расчистку, и на установку дорожных знаков, и ремонт. Но вариант есть. В поселке Новом все дороги обслуживаются, строились и делаются в данный момент за счет жителей Нового. Это было всегда. Поселок Новый 10 лет был в поле организован. Эту топь мы ее разработали. Потом вот в эту топь было очень много ввезено бута строительного. Власти уверены, в этих полевых условиях без участия населения не обойтись. Ведь делать водоотводы пока нереально, потому что поселки постоянно разрастаются. И проезд для 7,5 тысяч человек по-прежнему только местная проблема. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. Центробанк России ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке. Информация появилась сегодня. Напомним, что Азиатско-Тихоокеанский банк с 2016 года испытывал проблемы с капиталом и акционерами. Именно поэтому Центробанк решил предупредить банкротство и отдать функции временной администрации управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора. Между тем сам АТБ продолжает работать в обычном режиме. Для клиентов АТБ при взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме. Обслуживает и проводит все платежи. И выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Как физическими, так и юридическими лицами. Отметим, в Алтайском крае на сегодняшний день работают пять филиалов Азиатско-Тихоокеанского банка. Четыре в Барнауле и один в Бийске. Почти 200 сотрудников не хватает сейчас региональному отделению Почты России. Желающих работать в компании немного. Главная причина – мизерная зарплата. В некоторых районах края она даже ниже минимального размера оплаты труда. От кадрового дефицита напрямую страдают клиенты Почты, которым приходится отстаивать длинные очереди и терпеть иногда грубость персонала. Руководство частично проблему решает. Вводит электронные очереди и открывает отделение нового формата. Достаточно ли этого узнавала Валентина Аскерова. Получить посылку, оплатить коммуналку и оформить проездной в этом отделении можно всего за пару минут. Благодаря электронной очереди. Никакой путаницы в очереди, кто в какое окно подошел, зачем тебе нужно, взял талон и получил. Нервотрепки стало меньше, она вообще исключена при такой системе. Очереди нет. Нервотрепки, конечно, меньше, да вот только не везде. Электронная очередь пока есть только в 35 отделениях края, а всего филиалов Почты России в регионе больше тысячи. Поэтому миллионам людей по-прежнему приходится отстаивать часами в духоте и напряженной обстановке. Клиент может позвонить, обратиться на горячую линию, если превышает на одно окно более пяти человек. Каждый месяц на горячую линию почты поступает сотни обращений. В основном люди недовольны операторами, их мало, работают медленно, да еще грубят. Мотивации нет. На данный момент у нас оклад составляет 9800 и 11360 у заместителя, у начальника, естественно, повыше. Это только оклад, то есть это основная у нас ставка, но идет у нас плюсом также за выполнение плана. Если они выполнили план по отделению, им идет плюсом премия, также если они выполнили план по страховкам. Только вот план выполняют единицы, пояснило руководство. Основная часть сотрудников почты, особенно те, кто работают в сельской местности, получают зарплату гораздо ниже, чем в городах. И повышать ее в ближайшее время не собираются. В этом году в крае открыли три отделения нового формата. В ближайшее время оптимизируют еще несколько. Это в планах. В мечтах перевести полностью работу в электронную форму, чтобы клиенты не тратили время на заполнение бумажных бланков. Но пока такие эксперименты проводятся только в центральной части России. Валентина Аскерова, Александр Антробов. Наши новости. 32 года спустя. Сегодня в России многих бывших союзных республиках отмечают скорбную дату. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла самая страшная в истории человечества техногенная катастрофа. О том, какими запомнили эти страшные дни барнаульские чернобыльцы, устранявшие последствия аварии, в сюжете Ильи Кочеткова. Место встречи изменить нельзя. Год за годом, 26 апреля, они собираются у этого камня в сквере. И с каждым разом их все меньше. Ликвидаторы чернобыльцы. В 1986 году они были военными и гражданскими специалистами, перед которыми поставили задачу ликвидировать последствия аварии. Валерий Вайсбек был в первой партии военных с Алтая. Развалины 4-го энергоблока еще дымились, а его батальон химзащиты уже отправились снимать зараженный дерн, ломать и вывозить по стройке. Признается, все чувствовали, что начальство само в растерянности. Опыта устранения таких аварий тогда просто не было. Я отвечал только за себя и за свой взвод, а те за всю страну. И понятно, советчиков, видать, у них было очень много. Каждый советует одно, потом другое. И вот это все вот... Короче, много было бесполезной работы выполнено. Валерий Вайсбек говорит, в первый же день умер один из прибывших солдат. В последующие годы из его полка скончалось больше 800 человек. Он уверен, это не совпадение. Сегодня ученые говорят, выброс радиации в тот день был таким же, как если бы взорвалось 500 бомб, сброшенных на Хиросиму. Невидимое облако накрыло огромную территорию Украины, Белоруссии, перекинулось на Европу и дальше. В начале мая Евгений Корсаков ехал по путевке в Венгрию, ни о чем не подозревая. Первые признаки беды появились в Киеве. Толпа народу на вокзале из вагонов никого не выпускают. Потом уже пересели, когда в автобус, на границе, за границей, то есть уже в Венгрии, в Газглаве, там автобус уже проверяли на радиацию. Но у нас как-то это, тогда же еще никому ничего не сообщалось, были меленькие заметки о том, что там что случилось. Но уже будучи там, за границей, там пресса более активна, там уже народ подходил, спрашивал, но об этом ничего не знаем. А уже осенью он сам отправился в зону отчуждения, работать в команде, возводившей над реактором бетонный саркофаг. Почти три месяца в Чернобыле дали о себе знать. В 90-м поставили диагноз «стертая форма лучевой болезни». Правда, законного подтверждения пришлось добиваться еще долго. Он говорит, сегодня из почти трех тысяч чернобыльцев, живущих на Алтае, официально инвалидности имеют около 800. Но уверен он, каждый, прошедший через ликвидацию аварии, сегодня страдает от ее последствий. Илья Кочетков, Николай Шелко, Наши новости. Ждут также новосибирцев и гостей из Казахстана. Работать будет 26 площадок. Поскольку 2018 год в России объявлен годом волонтерства, то добровольцы и все, что с ними связано, будет основной темой АТР-2018. Во-первых, презентация проектов в области социальной политики. Они все должны быть направлены на вот это. Чтобы получить грант, вы знаете, есть конкурс, да? Там Росмолодежь у нас выделяет гранты, Край выделяет гранты. И там серьезно идет борьба за какие-то суммы. Вот приоритеты, мне кажется, но я в составе комиссии, я свое мнение буду озвучивать, они будут направлены на то, чтобы получили государственную поддержку, те гранты, которые направлены на развитие проектов добровольцев и волонтеров. Из принципиально новых площадок анонсировали стартап, который объединит предпринимателей с опытом работы до года. Также желающих научат проектные фотографии и расскажут обо всех этапах создания кинофильма. Но одной из центральных в этом году станет тема социально-ответственного туризма. По словам организаторов, ожидается, что в обсуждении примет участие президент национального туристического. Союза Роман Скорый. Юные алтайские кунг-фуисты признаны лучшими в мире. Они произвели настоящий фурор на чемпионате Европы по кунг-фу, где принимали участие спортсмены из 15 стран. Три дня соревнований, 800 единоборцев, жесточайшая конкуренция. Но в итоге успех за Россией. Наша сборная, в составе которой 6 алтайских спортсменов, заняла первые места в общекомандном и личном зачетах. Какие перспективы для вас открывают участие в этом чемпионате? Здесь мы выступили и понимаем, что теперь на соревнованиях европейского уровня можно также смело заявляться, выезжать. На третьем открытом чемпионате Европы алтайские кунг-фуисты завоевали целый комплект медалей. На пятерых у ребят 4 бронзовые, 2 серебряные и 2 золотые награды. Я бы хотела добиться такого звания, как заслуженный тренер. Победа громкая, цели амбициозные. Уже на родине чемпионам вручают заслуженные знаки отличия кунг-фуистов. А в скорой перспективе у ребят два важных турнира. Ближайший состоится в Москве 5-6 мая. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье Премиум. Это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье Премиум содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы. И является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. 27 апреля в отдельных районах края дождь, временами с мокрым снегом, утром туман, ветер юго-западный умеренный с усилением в течение дня до 14 метров в секунду. Температура в Рубцовске плюс 10, в Славгороде-Алейске 9 градусов тепла, 8 в Камне-Наби, плюс 7 в Бийске и Змейногорске и 5 градусов в Заринске и Белокурихе. В Барнауле в пятницу возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, местами порывистый, температура ночью плюс 1,3, днем 9-11 градусов тепла. Все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.